Какие вещи трудно поддаются осмыслению? Лень находится в каком-то состоянии, а дать ему слово не удается. То есть непонятно, то ли это грусть, то ли это какая-то настальгия, то ли это даже может быть просто лень. Но у нас есть такое свойство, мы можем чувствоваться и пытаться изнутри. Не убедиться в лень до конца. Понимаешь, слово лень, это все-таки относится скорее к какой-то интенсивности. Лень может быть у любого переживания или у любого состояния. Но это в смысле интенсивности. Можно лениться, а можно более интенсивно проживать. Можно просто лежать, а можно бегать. Типа того. Нет, лень как сплин такой. А сплин это скорее уже, наверное, как раз из разряда ностальгии. Это то, что называлось унынием. Дременал. То есть уныние не в смысле печали, отчаяния, а уныние в смысле вот такого сплина. Так вот уныние, кстати, да. Вот если каждому... Просто у нас сейчас в современном языке русском был совершенно другой смысл унынии. Когда мы говорим сейчас уныние, это имеется в виду, ах, мне плохо, я унываю и так далее. Вот, тогда имелось в виду совершенно другое. То есть под унынием подразумевалось именно лень, сплин, ну тут, вот это вот все. Совершенно другая нагрузка. То есть уныние это не отчаяние, да? Да, то есть как бы там имелось в виду, что, конечно, от отчаяния может быть уныние, от уныния может быть отчаяние, но это совершенно разные вещи. Вот когда, если ты читал, наверняка, вот эти всякие душеспасительные литературы, то там, когда читаешь про уныние, очень странно так как-то читать, потому что совершенно другое место. Мне кажется, отличие вот такого нашего человеческого уровня, как чувства, да, и все, что с этим связано, там, ощущения, настроения и прочее, она отличается тем, что там каждое вот это вот отдельное настроение, оно какое-то цельное. Вот, например, мысль там, да, или слово может быть каким-то недостаточным, фраза или даже выражение, может быть, чего-то еще как бы требует, да, всегда. А вот состояние, оно всегда цельное. Мы говорим «уныние», да, и хотя вроде слово одно, а описывает она целый какой-то, ну, какой-то маленький мирок такой, да, цельный. Или там, точно так же ностальгия, да, или там, или там, мы в прошлый раз смех обсуждали, или там, состояние радости. Тут что интересно, что это достаточно не исследованная область, а если думать, то как бы многие вещи, даже вот особенно вот такой экзистенциального плана, типа там, религия какая-нибудь, там, поэзия, там, искусство, они во многом погружены именно вот скорее не в размышления, а вот скорее вот в такие вот настроения. И вот часто эти настроения, они даже на самом деле могут быть глубоки в своем, ну, если пытаться их там понимать как-то, да, то есть пытаться их по смыслу, то в своем смысле они могут быть глубоки. Получается, это не просто настроение, да, это как бы вроде там такое некое состояние, да, которое может рождать что-то. То есть ты погружаешься в состояние вдохновения, да, и вот это вдохновение, это то самое место, откуда, допустим, рождаются стихи. Тут точно так же и вообще обо всем. Ты говоришь, что вот вдохновение – это такое состояние, в которое можно самопроизвольно погружиться. А погружусь к нему вдохновения. Ну, давай тогда говорить о том, что мне более ближе. Вот, например, для того, чтобы погрузиться в состояние философствования, надо как-то раскачаться. То есть для начала надо что-то, как-то, какие-то слова бросить, да, как-то попытаться тему вот, эксплицировать, то есть задать себе какую-то, какую-то задачу. Причем для меня это на самом деле требует такого времени, чтобы начать, особенно если долгое время молчал, вдруг надо говорить, да. Вот этот переход требует даже именно не усилия, да, здесь не речь идет не усилия, а вот как бы найти место, да, вот найти настроение, то есть в которое можно было впасть, и потом из этого настроения усматривать что-то. Причем часто это настроение, оно, в самом деле, потом чревато тем, что зашкаливает, допустим, да, там, в своей эмоциональности. Но это уже другая верхняя характеристика, да, когда ты уже теряешь над собой контроль. А если все-таки так немножко себя контролировать, то вот можно нащупать некую вот середину, да, и в этой середине, как вот Икшу любила бы это говорить, ответы сами приходят, да. То есть ты как бы вот задаешься некую тему, и вдруг сами возникает ответ. Непонятно откуда. Вот я подозреваю, что вдохновение – это тоже своего рода такое состояние, которое, если человек его практикует, то он не прямо может туда попасть, но как-то, ну, он имеет какие-то, допустим, совершает какие-то действия, вспоминает свои стихотворения, может быть, или какую-то мелодию, какую-то умонастроение, да, что-то как бы вспоминает, попадает в такое место, ведь мы говорили о том, что сознание конфигурационное, а вот есть в сознании в нашем какое-то такое место, у каждого в разных, наверное, местах, это не такое место, которое топологически легко определимо, да. Вот впадаешь в некое настроение, и вот ты же из этого настроения уже знаешь, как дальше всё будет, да, дальше уже как бы возникают какие-то автоматизмы, не так? Во-первых, никакого такого места. Я понимаю, что ты пытаешься описать, но как бы это, как бы мне не хотелось с тобой согласиться, но никак, нет. Вот именно, что касается вдохновения, никакое это такое не место. Если бы понимаешь в топосе сознания, ты мог бы, нет, в сознании, если ты мог бы определить такой топос вдохновения, раз его найдя, и найдя к нему пути, какие-то такие механизмы, что нужно сделать, потом было бы ясно, что нужно сделать для того, чтобы туда попасть снова. Но такого ничего нет. Ну вот, например, я сам. Но приходится молк, и дрохочетка, и там. Это тоже может быть. Это настроение. И каждый раз никаких таких постоянных каких-то последовательностей этого вдохновения не бывает. И когда оно приходит, ты не знаешь, так, сейчас будет это, это, это. Это не, не знаю, там, не рождение ребёнка, ты не знаешь, что будет. Может, ничего не будет. Ну вот, Ниша тоже говорил о том, что мысль приходит не тогда, когда мы этого хотим, а когда она того хочет, да. Есть некие процессы, которые с нами совершаются. То есть, если даже мысли к нам приходят, да, то есть это, и мы этого не ожидаем, и она нас озаряет. Идеи какие-то озаряют, да, там, проекты и прочее. Но всё-таки существует техника, у каждого человека она своя, и у Ниша также она была техника там, согласно которому ты всё-таки можешь к этому месту, я уж так условно называю это место, да, приблизиться. То есть, ты можешь вывести у себя это настроение, вызывать. Нет. Ты можешь всё сделать для того, чтобы его вызвать, и в какой-то момент, в какой-то раз оно придёт, в результате, не в результате этих действий непонятно, в какой-то раз не придёт. Так что, раз оно не каждый раз приходит, поэтому нельзя считать... Не каждый раз. Никакие действия нельзя считать причиной. Согласен, не каждый раз, но это понятно, так даже с какими-то действиями физическими, это не всякий раз удаётся, допустим, быстро пробежать, или что-то там, показать какую-то свою сноровкость, ловкость. Не всегда же удаётся. Точно так же и здесь ты не всегда можешь это сделать. Но есть же какие-то методы, чтобы, допустим, этого состояния достичь. Не, ну, они могут быть самыми элементарными, могут быть. Тебе нужна, допустим, тишина, тебе нужна какая-нибудь музыка, а может быть, тебе нужно пойти погулять, а может, тебе ещё что-то нужно. Ну, если бы это было так легко, то... Не, это не легко. Я просто... Я не говорю о том, что есть какая-то алгоритм, знаешь, вот, как математика, есть алгоритм. Это лодья же тоже говорит, что, там, голову помыть, понимаешь, там, вылиспаться. Ну, что, советуют же, да, есть ли у меня советы? Не, у каждого это, на самом деле, должно быть своими, потому что, вот эта вот цепочка, да, вот эта тропинка, которую люди протаптывают, да, к своему состоянию, она у каждого своя. Так вот, я разговаривал с одним наркоманом, да, и вот, ну, он говорит о том, что польза наркомане состоит в том, что она позволяет найти вот какие-то новые состояния. То есть, как бы ты медицинским способом себя как бы вбрасываешь в какое-то другое состояние, да, то, что называется необычные состояния, какие-то другие состояния, как там не слово даже сказать? Изменённые состояния, да? А потом уже в нормальном состоянии, ты уже дорожку туда знаешь. То есть ты уже знаешь, что это такое изменённые состояния. Вот, например, если ты никогда не был в измененном состоянии, тебе и трудно понять, а тебе говорят, допустим, вот, об измененных состояниях, а ты не знаешь, что это такое. То есть ты примерно слышал, что это такое, а толком не знаешь. Надо, чтобы знать, куда двигаться, надо же все-таки там один раз побывать, это же не такое место, где можно указать на карте и сказать, вот сюда вот, приходи, и здесь оно будет. Пропаганда наркотиков. Нет, это не пропаганда наркотиков. Можно про святые места говорить, да, вот. Место свято от чего? То ли от того, что туда приходят святые люди, да, и делают место святыми, или от того, что, или место свято, и туда, и потому туда приходят святые люди. Что определяет место? Святое место? Да, святое место. В какой-то момент, будто исторический, оно окажется, это место случайно, ну, так вот, образом, окажется, связано с святым человеком, который там жил, или умер там, в основном. Или под ребенком просто там. Вот. Ну, и таким образом, оно связано, когда его связали с этим человеком святым, то есть становится святым. То есть это зависит от человека, святого. Это всё понятно. Я просто имел в виду, что точно так же, как понятие «место» существует для святости, мне кажется, для всех состояний наших точно так же существуют своего рода места. Не обязательно эти места в пространстве, в нашем общем пространстве. Есть некие места общие. Почему? Потому что они характерны для всего социума, то есть для сообщества людей. Допустим, святые места. Каждый человек в этом святом месте чувствует какой-то прилив сил, дуновение духа. Кто-то может там находиться. Потому что в нем много безэц и свар. Это одно понимание. А другое понимание, что у каждого человека нет в пространстве такого места, где есть вдохновение. Но у каждого человека есть понимание, что такое вдохновение, что такое ностальгия, что такое радость и прочее. То есть, когда я говорю, что пространство сознания конфигурационное, я имею в виду, что оно состоит, как бы, вот оно такое обобщенное пространство. Что вот есть реальные места, где-то там, допустим, святые места, церкви, какие-то учреждения, там одна обстановка, один дух. А есть, как бы, эти другие места, которые уже не зависят от перемещения пространства, а которые зависят от какого-то внутреннего перемещения. То есть, ты внутри как-то перемещаешься и попадаешь в это. И точно так же, как бы, вот с философствами, как мне кажется, обстоит дело, не всегда удается это место, действительно, в нужный момент в него попасть. Бывают иногда неудачные какие-то там заседания, семинары, они как раз связаны с тем, что просто не удается попасть в это состояние, и все, и все застопоривается. Так вот, если вот так вот понимать, на самом деле, настроение, эмоции и прочее, да, пытаться их разложить тоже вот в некую конфигурационную карту. Ну, у каждого человека она своя, у каждого какие-то свои тропинки, как вот движется, да, от одного в состояние другое. На самом деле, что интересно, это даже можно как-то прицепить, наверное, и тому, как понимается человек, скажем, в медицине, там, или там, в биологии, что в человеке есть, нет, нейронные сети, да, и они, эти нейронные сети, они же, как бы, конфигурированы, как какое-то, какое-то пространство, да, и определенные участки этой нейронной сети отвечают за определенного рода настроения, там, определенного рода воспоминания. И вот эти связи, они как раз и представляют собой те пути, по которым мы движемся. И, собственно, когда мы это осуществляем, вот, с одной стороны, это есть движение в нашей памяти, да, то есть мы помним о какой-то эмоции, и когда мы хотим к ней вернуться, да, мы, как бы, в памяти погружаемся в нее, и в каком-то отношении, возможно, активизируем те участки нейронной сети, которые отвечают именно на это настроение. Слушай, так интересно. Ну, с этой участкой, кстати, есть факт, ну, те, кто на лекции был, у нас там на факультете, в общем, до сих пор, как бы, абсурдается вопрос, есть ли вот такие участки или нет, потому что, с одной стороны, с медицинской точки зрения, да, то есть, они есть с медицинской точки зрения, да, то есть, они есть с медицинской точки зрения, если, как бы, по какому-то участку, там, мозг тебе ударит сильно, да. Я просто хотела сказать. Вот, он перестанет работать, и у тебя какие-то функции не будут осуществляться, речевые, там, еще, еще, да, вот, вот это называется центры, да, но, на самом деле, когда... Замечения происходят, да? Да, нет, но, когда речь идет, это, как бы, про больного мы говорим, да, ему, как бы, уничтожили, там, что-то, и вот у него функция нарушилась, и вот мы видим, что у него есть центр. Но, когда мы смотрим на здорового, говорил там, да, лектор, вот, мы видим, что, когда он, допустим, ту же речь осуществляет, речевую деятельность, у него весь мозг задействован, и, как бы, нет никаких, вот, этих выделенных центров или, там, областей, которые более активны, что, на самом деле, как бы, он всем мозгом, просто, вот такая, как бы, я понимаю. Да, я еще хотел сказать, вот, если, вот, смотрите, раз, взять, произвести такой опыт, испытуем его, попросить вспомнить какое-то яркое впечатление, ну, яркое, потому что, чтобы легче потом было, ну, чтобы ему легче было его воспринвести, вот, какое-то яркое воспоминание просит его вспомнить, он представляет себе в это время, там, у него всякие электрончики подключены, смотрит, там, какие участки мозга у него работают, какие, там, больше всего высвечиваются. Рам засняли, а потом другие электрончики посоединили, и, вот, на эти же участки мозга послали напряжение. Вот, появится у него то же самое воспоминание или нет? Ну, это напряжение там не послать. Тут еще, знаете, в чем вопрос? Вот, есть такая, сейчас она уже менее популярна, трансперсональная психология, и вот, они же, как бы, проводили опыты с ЛСД, и там, в частности, ну, там не только опыт, еще колокропное дыхание тоже вызывает такие состояния. И, может быть, в этих состояниях отправлять человека в прошлое, по треку времени. В каком-то отношении вот то, что этот трек существует, да, трек времени у нас, это и говорит о том, что вот у нас, как бы, есть некое внутреннее вот такое пространство, да, вот. То есть мы можем, на самом деле, по этому треку времени, например, пережить свое рождение. Те все переживания, которые связаны с этим, да, это как плод проходит, там, шейку матки, все вот это, как оно, это, околоклодные воды, там, стекает. То есть все, все, что происходило в момент рождения, вот все вот, там, в частности, там, есть же так называемая травма рождения, да, там, все это можно было, будет, можно, как бы, заново пережить. И более того, по треку времени даже двинулся еще дальше, даже до момента до рождения. И это не фантастика, это есть, это реальные опыты, да, сам факт состоит, насколько можно эти опыты считать, как бы, опыты, связанные с реальностью, да, потому что в каком-то отношении все это происходит, конечно же, в человеческом сознании, но наше сознание вещь так устроено, что вот, вот, есть и такие пространственные характеристики. То есть даже, который позволяет нам пережить то, что с нами случилось когда-то, ведь, например, опять же, гипноз, да, зачем, зачем, зачем брать какие-то отдельные, специфические примеры, гипнозы. Людей можно вернуть в прошлое, они там вспомнят, что-то, прям, в каком моменте, что он видел, да. И в случае гипноза, например, вот, ты так не помнишь, допустим, что с тобой произошло, а с помощью гипноза ты можешь все подробности это узнать. То есть тебя просто отправляют в это состояние, ты в нем находишься в буквальном смысле, да, и вокруг себя видишь, и тебя спрашивают, а что вот это видишь, а что перед тобой находится, а кто там, а что здесь происходит, и так далее. То есть это реальный опыт. Это означает, что все-таки вот эта вот пространственность, да, вот, которая характерна не только вот, как вот вокруг нас, да, что и наше внутреннее пространство сознания, оно точно так же организовано, да, и более того, оно граница между нашим сознанием и реальным пространством-то нет, да, что это на самом деле единое пространство. Просто наше пространство, вот, то, что можно было бы назвать внутреннее, да, оно просто плавно перетекает во внешнее. Или лучше сказать, наше внутреннее пространство наложено на внешнее, да, вот, как бы, спроецировано на него, да, и перехода вот этого нет. Мы не понимаем, что где внутреннее, а где внешнее. Потому что, опять же, с этим связано галлюцинация, допустим, да, вот галлюцинация, есть же действительный галлюцинация, когда человек вот видит некий объект галлюцинаторный, И он видит его в такой обстановке, которая предполагает, что он как бы реальный. То есть вот такие реальные галлюцинации бывают. Не такие галлюцинации, что ты понимаешь, что это все-таки галлюцинация. Что-то там мерещится, что-то там блестит и так далее. А есть вот реальные галлюцинации, когда на самом деле в пространстве, прямо вот как перед нами развернутом, обычном, в нашем ежедневном пространстве, возникают вот некие объекты, которые по нашему пониманию быть не должны, которые галлюцинаторны. То есть, иначе говоря, вот наше сознание так вдвинуто, что даже могут такие вещи осуществляться. Понятное дело, что это болезненные явления, но тем не менее, через болезненные явления мы, опять же, понимаем, как устроено сознание. И опять же, если теперь возвращаться к ощущениям, то точно так же эти ощущения, они на самом деле точно так же спроектированы на мир. Точно так же, если, допустим, я переживаю какое-то настроение, то это настроение, оно становится для меня, в каком-то смысле, окрашивает весь мир. Для меня весь мир окрашивается, допустим, страхом. Если я чего-то боюсь, все становится для меня угрозой. То есть, весь мир превращается в то, что мне грозит, то, чего я должен опасаться и прочее, какие-то опасности. Если я, например, нахожусь в состоянии радости, то все приносит мне радость. Люди мне улыбаются, солнышко светит. Если солнышко не светит, то звезды блестят. Ну, как бы на что ни посмотришь, все окрашивается в радость. То есть, вот здесь... Так бывает? Конечно. Я вообще, как бы, замечаю, что мы живем... Часто? Ну, я бы сказал так, что любое настроение всегда окрашивает внешнее. Нет, вот радость, а не часто? Радость не часто, может быть, в меньшей степени, чем другие эмоции. Именно так они и бывают, да. Все, как бы, кажется радостным. Ну, на самом деле, самое-то характерное – это страх. Потому что страх – это просто ты замечаешь. Просто радость, она в меньшей степени, да. Ты не обращаешь внимания на что с тобой вокруг происходит. А когда страх, для тебя очень важно, да, как бы понять. А что, вот страх-то есть, а мы привыкли, что всего есть причина, да. Мы ищем причину-то страха. Чего же я боюсь? Что же мне угрожает? Так вот, я просто к чему говорю? Что вот в настроениях и эмоциях, мне кажется, да, очень хорошо проявляется свойство вот этого сознания – быть пространственным, да, и быть наложенным на мир. Также, смотри, вот, пусть у меня вот есть такое фундаментальное настроение – это чувствовать серьёзность мира. Не серьёзность даже мира, а, как сказать, вот есть некая серьёзность, да, как бы это сказать? А есть не серьёзность? Нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что, вообще говоря, как бы, вот, откуда вообще берётся религиозность, да. Ну, это моё понимание. Ну, это одно из частных пониманий. Вот, есть разные, как бы, настроения, да, вот, отношения к миру. И вот есть такое специфическое настроение религиозное, да, и в нём главной компонентой является серьёзность. Что можно отнестись, как бы, к своей жизни, к тому, что происходит вокруг, так, к людям, другим, да, вот, к будущему и прочему, как бы, серьёзно. Что значит, отнести к нему серьёзно? Значит, воспринять всё это, да, как бы, с позиции, ну, некой основания, основательности, что ли, да. Что значит несерьёзность, понимаете? А значит, тебе, как бы, всё равно, есть этому основательность или нет. Вот, например, раз, допустим, находишься в состоянии радости и смеха. Ну, смех без причины признак дурачина. Ну, тебе, как-то, всё равно, на самом деле. Ну, есть основания этому, нет основания этого. Тебе просто, как бы, внутреннее настроение есть, оно тебя ведёт по волнам. И ты, как бы, беспечник. Радость, она всегда, как-то, беспечна. Не бывает радости основательной. Не знаю, сказать, что вот, ты ищешь причину радости, и даже всё равно тебе радостна, а какова причина? Тебе это не нужно, потому что сама радость, она самодостаточна. А вот серьёзность, да, ты, как бы, это такая вещь… Бывает серьёзная радость. Может быть, и серьёзная радость бывает, ну, потому что, это всё понятно, но вот в серьёзности, требуется какая-то основательность. Ты не можешь отнестись к этому так, что тебе неважно на самом деле, как всё устроено. Бывает такая радость. Радость тоже бывает, согласен. Я думаю, что она не всегда такая, но бывает. Настроения, эмоции, состояния, они перемешиваются. И перемешиваются иногда и противоречиво даже быть может. Но с точки зрения того, как мы привыкли считать, допустим, радость, грусть, смех, печаль и прочее. Мы так противопоставлять привыкли, а на самом деле они могут быть амбивалентными, наверное. Но я сейчас просто о другом говорю. Я просто говорю о том, что для меня характерны отношения ко всему серьёзные. Я совершаю какое-то дело, а я думаю, а как это дело с точки зрения вечности? Как оно смотрится с точки зрения нужности? Я трачу свою жизнь? Как с точки зрения смысла жизни? Можно каждую свою мелочь, каждый поступок и даже элементарно рассматривать каждый раз с точки зрения вечности. Каждый раз разводить его в абсолютное основание. И вот это, мне кажется, не причина, а одним из… Я говорю одним из, потому что таких настроений, наверное, ещё какие-то настроения бывают. Одним из настроений религиозности является именно серьёзность. То есть, если человек серьёзен, если он пытается каждый раз, каждую мелочь всё возводить в каком-то основании, к абсолюту, то он, на самом деле, в конце концов становится религиозным. Или он изначально даже религиозным, потому что это и есть религиозное настроение – быть серьёзным. Поэтому, когда вот по телевизору ржут там постоянно, и когда вокруг хихи какая, вот эти какие-то приколы, то вот на самом деле всё это, она как раз в противофазе находится этого состояния. Да? Кто? Не спи. Это и есть такая инфернальность, знаете? Не спи. Инфернальность, она состоит не в том, что высказывают какие-то там речи сатанинские, да, или там уже… Инфернальность или инфанти? Инфернальность. Инферн. От слова «инферно». От. Инфернальность. Да. Инфернальность состоит в том, что, на самом деле, как бы человек относится к жизни слишком легкомысленно, поверхностно, да, вот. Как бы так, не задумываясь. То есть, вот он просто плывёт по волнам, да, не пытается остановиться, осмыслить всё, там, подойти к всему, там, как-то найти какую-то глубину, там, глубиться, там, всё понять, да, и из того, что он понял, как-то сделать какие-то выводы и, соответственно, с ними действовать. А так просто вот живётся как-то там, всё как-то весело, как-то там, день прожит, и слава Богу, там, и вот что-то в этом роде. Вот такая вот какая-то поверхностность, да, и всегда религиозность именно противопоставлена вот такая поверхностность. Всегда. Вот тут насколько, как, вот я замечаю, что такое религиозность, да, именно так. Так что именно вот легкомысленность, она в наибольшей степени отдалена от религиозности. Вот, например, другое настроение, допустим, агрессивности, там, оно против религиозности, или, там, или, например, инакомыслие. Вот почему говорят, что атеизм – это тоже своего рода религиозность? Потому что оно тоже бывает серьёзно. Атеизм точно так же ищет основания, там, он точно так же серьёзный. А вот, например, какой-нибудь, там, комедия какая-нибудь, да, вот комедия жизни, там, какой-то вот такой возня такая вот человеческая. Всё это как-то несерьёзное, всё это какое-то копошение, там, мелкое, там, мышиная возня. И вот она как раз противостоит вот серьёзности, да, и когда мы смотрим на мир, мы думаем, ну, как же так, ну, неужели вся наша жизнь мышиная возня? И хочется, на самом деле, чтобы было что-то другое, чтобы было же нечто серьёзное. На самом деле, например, для меня, для меня Бог нужен не для того, чтобы поклоняться, там, как бы, и от него что-то просить, там, и ждать вечной жизни. А потому что я хочу серьёзности. Потому что у меня вот эта вот, как бы, вот, мелочи жизни, всякая вот эта вот, всякая вот эта вот поверхностность её, там, вот, она просто, ну, достает, честно говоря. А вот хочется, как бы, вот всю эту грязь как-то смыть, как-то там, сбросить, как-то, и что-нибудь, что-нибудь-то серьёзное вообще есть? Ну, ну, нельзя же верить всю жизнь, смеяться, хихикать. Бывает. У меня вот вопрос возник. А тебе бывает тошно от себя? Бывает. И бывает и тошно, и бывает и мерзко, и, ну, по-разному бывает. А скучно бывает от себя? А как это? Это скучно от себя, это же какое-то противоречие. Скучно от себя, это не противоречие. Это знаешь, когда ты себе надоел. А как? Я этого не понимаю. Ну, вот, как-то, знаешь, вот... Понимаешь, что мы... Понимаешь, что мы... ...мотный рефлекс какой-то от себя. Нет, такого не бывает. Когда какие-то типичные мысли, типичные состояния постоянно вращаются, вращаются, ты понимаешь, что не можешь вырваться из этого круга, ты всегда чувствуешь то же, что ты когда-то чувствовал, делаешь то же, что ты когда-то делал, ничего вот... Ну, кстати, есть интересный момент. Почему человек здесь, допустим, вот говорят там, вот если другой, один и тот же человек там с ним живет, вот, или, не знаю, или на работе там одни и те же люди, или там, не знаю, в плавании, вот, люди ходят, да, в тюрьме сидят, как их раздражают, вот, одни и те же люди, да? Да. А вот с самим собой что-то ничего, может человек жить. То есть, и такого не бывает? Нет, нет, ну, он бывает, но все-таки... Не так часто. То есть, если бы... Если бы другие, то... Да, если бы это был другой человек. У меня такого не бывает, если честно. Потому что мне настолько, я сам в себе любопытен, как-то, что даже когда, условно говоря, я бываю сам для себя неинтересен, да, мне все равно интересно, почему это так. То есть, у меня такого никогда не бывает, чтобы я к себе так относился. Я могу, например, к тому, что происходит вокруг, относиться индиферентно, да, и бывает от того, что происходит вокруг действительно и тошотно и прочее. Это действительно бывает. Ну, ты только что сказал, что мерзок и по себе бываешь, то есть не скука, а вот… Мерзок себе, потому что на самом деле я совершил то, что как бы считал, что не следует совершать, только так. А скучно – это же другое состояние. Да, да, ты согласна, другое. Потому что скучно-то не бывает, а бывает мерзко, допустим, от своих же соотдействий. Причем ты понимаешь прекрасно, что может быть эти действия… А тебе бывает мерзко от себя? Ну, бывает, но иногда там бывало. Бывало, когда… Летко? Летко, конечно. Было-то тебе? Я же уже говорил. На самом деле состояние скуки – это для меня самое непонятное состояние, если честно. То есть у тебя никогда не… Нет, оно… В очереди сидишь? Только вот именно когда в очереди сидишь, только и бывает. Потому что я, например, не очень понимаю, как люди могут скучать. Ну, подожди. Ты смотришь… Иначе. Не, ну как? Вот ты начинаешь читать книгу, да? Вот ты сам рассказывал. Я же его бросаю. Начинаешь читать книгу, и тебе скучно, да? Я бросаю его. Вот. Ну, а почему? А если тебя заставляли… Подожди, скучно мне не от того, что мне скучно вдруг настало. А скучно… Есть какая-то причина, да? Это же книга оценками, да? Когда я говорю… Ну, оценка происходящего, да? Мне книга скучная. Это оценка книги. Ну, книги… А не моего состояния. Ну, того, что происходит. Там, книгу ты читаешь, люди ходят, там, ты в очереди сидишь. Это оценка, в общем, как бы, может быть, конкретные вещи, там, не знаю, фильмы, книги. А может быть и всего как бы то, что разворачивается перед твоими глазами, понимаешь? Вот. Жизнь, допустим, разворачивает теперь твоими глазами, она, как книга, оказалась скучна. Ну, знаешь, я бы тебе рассказать про скучность. Скучность… Только книгу ты закрываешь, а жизнь ты продолжаешь жить. Так вот, про скучность могу следующий сказать. В скучности есть такое потребительское какое-то отношение. Потому что, вот, человек что-то воспринимает, допустим, фильм смотрит на ее книгу, считает, а ему скучно. Потому что, вот, его фильм или, там, книга не разликает. То есть, здесь есть такое пассивное отношение. Я в этом пассивном отношении, в принципе, находиться не могу. Для меня по этому скуки нет, что я постоянно что-то делаю. Если я смотрю фильм, так я его комментирую или, например, одновременно какие-то другие дела делаю, или смотрю его быстро. То есть для меня всё всегда в активности находится. Всякий раз, если я пытаюсь что-то потребить, я всегда потребляю через себя, через свою активность. Я всегда в модусе активности нахожусь. А когда в модусе активности находишь, не может быть скуки. Ты постоянно что-то делаешь, что-то мастеришь, что-то ломается, что-то происходит постоянно, какие-то события случаются. То есть так. То есть модус активности, он не позволяет быть скуки. А сколько это же как? Ты в пассиве ждёшь. Пусть что-нибудь случится. Включил телевизор, пусть какой-нибудь фильм случится. Пусть книга окажется интересной и так далее. Пусть семинар, так сказать, удастся и так далее. То есть такая вялость, понимаешь? Ты плывёшь по течению, здесь нет активности. А ещё получается, что если отсюда дальше двигаться, то есть действительно, видимо, активные переживания, активное состояние. А есть пассивное состояние. Серьёзность – это активное состояние. Ты не можешь быть серьёзным и лежать, и ждать, чтобы такое серьёзное бы на тебя сверху свалилось. Оно тебя призывает к чему-то. Ты идёшь, что-то делаешь, о чём-то думаешь, тебя что-то тревожит. Ты впускаешься в какие-то тяжкие, в какие-то обстоятельства. Сам себя втягиваешь. Слова, какие ты говоришь, поступки совершаешь. А если ты пассивен, да, то есть ты… Может быть, ты вообще… Тебе вообще… Если тебе скучно, то, может быть, ты хочешь, чтобы с тобой ещё не случилось. Ну, как бы так, чтобы ты в этом участвовал как зритель. Вот, например, радость. Вот радость может быть пассивной, а может быть активной. Пассивная радость, когда тебя развлекает. Активная радость – это когда ты что-то совершаешь, да, какие-то трудности, скажем, преодолеваешь и чувствуешь, что получается. И у тебя вот возникает подъём такой, да, стимулирует тебя к какому-то действию. То есть радость от преодолевания, а есть радость от того, что… Ну, просто там что-то происходит, да. Вот мы в прошлый раз говорили о детях. Вот дети радуются. Радуются чему они? Мне кажется, что они постоянно в активности находятся. Вообще дети, как говорит там Платон, они постоянно прыгают, да. Они в такой активной радости. Платон говорит, что дети постоянно прыгают. Ну, да, они прыгучие, потому что энергии очень много. Деток пишет об этом. А когда мы старыми становимся, уже не хватает нас сил, вот тогда как мы можем радоваться? Ну, вот пассивно. Да, мы старые просто, я поняла. Мы просто старые, поэтому у нас сил не хватает. Ну, у кого? У меня к тебе хватает. На самом деле, сила – это простая же техника. Ну, это чисто я как бы к себе прежде всего приберяю. Но я думаю, что у других людей точно так же. Если ты себя раскачиваешь как-то, если ты хоть какое-то усилие прилагаешь к тому, чтобы раскачегарить себя, и потом и сила появляется. Сила – это такая вещь, для которой требуется раскач. Как и во всём другом. Если ты позволяешь себе как бы опуститься, если ты позволяешь в пассивности полностью возобладать, тебе кажется, что ты уж совсем обессилен. То есть тут такая интересная вещь. Надо каждый раз сначала просто что-то делать активно-активно, а потом появляется вдруг сила. Сила – это такая вещь, на которую надо точно так же, как и состояние выйти. Вот состояние силы – это, наверное, тоже, в своего рода, переживание. То есть, чтобы почувствовать, что ты сильный, что ты можешь, что тебе какая-то жизнь бьёт – это тоже надо в это состояние выйти. Ведь у нас есть и другое состояние – состояние пассивности, состояние сна, состояние, не знаю, полёжки на диване, ничего не делания, потягивания. Такое тоже есть. Можно туда впасть, а можно сюда выдвинуться. А ностальгия – это активное или пассивное состояние? Я считаю, что ностальгия – это активное состояние. Да? Да. Доказывает. Потому что ностальгия – она как цель. А не предписываешь этой активности и свою избыточную? Ну смотри, если, мне кажется, эмоция или состояние можно рассматривать как своего рода нацеленность, то она всегда активна. Потому что цель, на самом деле, нас тянет. Если я поставил себе цель – дойти до туда, ну так, в конфигурационном пространстве, то я как бы непроизвольно туда тянусь и двигаюсь. Ну а страх? Во-первых, это как бы отшатывание. Во-вторых, оно нас пугает, а не вы. И это не убежит. Страх – это другое, да, согласен. Страх – это не нацеливание. А одно слово? А так вот? Нет, просто если про ностальгию сначала поговорим. Ностальгия – почему это всё-таки нацеливание? Потому что мы, конечно, уходим в прошлое и ностальгируем по прошлому, но оно нас тянет как цель. Ну, цель – такая обратная цель. Вот есть цель – вперёд пробросить, да? Ну понятно. А есть цель – как бы назад. Хотя не кажется, что… Вот смотри, вот такая аргументация. Ностальгия – пассивное состояние, как сказать, это тоска по прошлой активности. То есть где-то в прошлом была какая-то активность, которая оставила какие-то воспоминания у тебя, какие-то состояния. Вот. И ностальгия – это как бы… Ты пытаешься войти в ту же реку, во-первых, дважды, а во-вторых, не прилагая той самой деятельности, которую ты прилагал в первый раз. То есть некая активность ранее была и было состояние, а теперь ты хочешь достичь этого состояния, но не прикладывай неких усилий. Просто возвращаясь в тот топос сознания, который у тебя образовался, в те воспоминания, возвращаясь, которые у тебя есть от прошлой активности, действий ты не прилагаешь. Поэтому некую часть того состояния ты испытываешь, вот, но одна другая. И вот это стремление вернуть то, что было раньше достигнуто ценой определенных усилий. Но какую-то часть из этого ты можешь уловить. Ну вот, например, раз там, ты… Ну, нетипичный пример, но раз то, что про наркотики говорил, употребляя наркотики для того, чтобы войти в какое-то измененное состояние сознания, а потом без наркотиков, типа, дорожку знаешь и вернешься. Вот. Ну так вот, вот что-то вроде этого. Попытка вернуть то состояние или прикладывание… Так правильно, а это не активность сразу, попытка вернуть? А ты понимаешь, ты не прикладываешь… Тех усилий ты не прикладываешь? Нет, тех усилий, может, ты не прикладываешь. Естественно, если ты дорожку протарил, там, чтобы протарить дорожку, прилагаешь усилия. Когда дорожка уже проложена, уже меньше усилий. Это невозвратное все. Да. То, что вот оно ушло, оно невозвратное. И в этом переживании ностальгии, эта невозвратимость, она, как бы, собственно, и переживается, и является одной из центральных тем переживания. А ностальгия? Не то, что цель вернуться туда. Да, да. Вот это было бы совсем другое, понимаешь? Там, цель вернуться в дом, раз вернулся. Вот. А здесь ты переживаешь, вот, как бы, вот эту необратимость, там, не знаю, времени. Вот. А вот вам навались этот. Ностальгия, повсюду быть дома — это что такое? Тут, как бы, сочетание ностальгии быть дома — это как на целлю. Ты помнишь с sewn точнибудь цитату? Что-то, это как-то подозрительно. Ностальгия такой. Нет, это там не ностальгия, там желание повсюду быть дома. Вот я так проявился. По-моему, ностальгия, повсюду быть дома. Это можно ностальгия быть. Ну вот, вы же говорите, что некое состояние в прошлом нас, как-то так, притягивает. Мы его вернуть не можем, да, и мы ностальгируем по поводу того, что вот прошлое осталось в прошлом, а настоящее в настоящее, да, как бы есть в ней разрыв. То есть, получается, что ваша ностальгия, она перерастает как-то в некое отчаяние. И получается, там где граница? Она не дорастает до отчаяния. Она просто, ностальгия – это момент переживания, констатации, переживания невозможности возвращения, вот так. Но это еще не отчаяние. Это не отчаяние. То, что вообще в каком-то отношении, потому что здесь уже вроде нотки отчаяния. Да и нет, на самом деле. То есть, невозможно вернуть. Нет, просто это удивление скорее. Ну, вот, ну, смотри, допустим, человек уехал за границу, через которую, ну, у него там ностальгия по родине, но он же может сюда вернуться. То есть, он может свою ностальгию-то насытить. Не всегда же так случается, что ностальгия – это обязательно невозвратно. Ну, как правило… Да даже если он вернется, он не вернется, и к тому же он ходит. Как раз, да, он перерастает. Он вернется к березам, там, как-то говорят, к небу. Те, кто возвращаются, они всегда разочаровываются. Ну, это уже другой разговор. Мы всегда разочаровываемся от своих ожиданий. Это мы всегда разочаровываемся. Где-то он тайно знает, что вернутся… Знаешь, если бы он хотел вернуться, он бы вернулся. Ты же сам тоже понимаешь. Вот если бы он действительно хотел вернуться, он бы вернулся. Такой симон вернулся. И это бы речь шла не о ностальгии, а об активном как раздействии возвращения. Да, да, вот тут отличие… А он сидит и ностальгирует, понимаешь? Ну, потому что само… Еще раз тут надо заметить обязательную вещь, что часто настроения и состояния – они самоценны. То есть мы, конечно, ностальгируем по поводу, допустим, ушедшего прошлого, но само настроение, вот эта ностальгия, оно для нас самоценно, оно нас питает неким наслаждением. Потому что ведь под наслаждением в этом смысле надо понимать не какую-то конкретную эмоцию, а именно эмоцию там радости или чего-либо. Под наслаждением надо понимать некую интенсивную эмоцию. Мы, на самом деле, если вдуматься, мы всегда наслаждаемся своим бытием. А бытие мы чувствуем только тогда, когда интенсивность некоторого рода состояния, настроение достигает особой напряженности. Допустим, просто поностальгировал, да, там, бытовым образом, там, вдруг вспомнил, что в прошлом было что-то такое, там, как пару фраз обмолвился, и все, это прошло. Это одно, а другое дело, что если тебя это полностью захватывает, ты в него погружаешься, как бы ввинчиваешься, да, то есть, как какое-то обволакивающее такое. Такие вот обволакивающие состояния, они как раз дают нам возможность прожить свое бытие, да, если мы у него, как бы, остроту жизни, остроту ситуации, как бы, ощущаем в полноте. И вот проживание своего бытия, это и есть наслаждение, по-настоящему. Оно может быть окрашено радостью, там, окрашено, даже печаль может быть окрашена. Допустим, Ницше приводит слова Пеникла, да, где он говорит о том, что давайте, это, возрадуемся всему, так сказать, хорошему и доброму, и всему узлому, да, что мы совершили везде. То есть, можно на самом деле, с одной стороны, а с другой стороны, как-то там на похоронах кого-то, там тоже говорили о том, что давайте, как бы, возрадуемся, там, типа, точнее, там, не возрадуемся, а давайте погорюем как-то с наслаждением по поводу ушедшего человека. То есть, в каком-то отношении даже отрицательные эмоции, то, что мы называем отрицательные, своей интенсивности, они на самом деле для нас являются сладостными. То, что они просто иное измерение одного бытия, да, вот наше бытие, оно окрашивается, может, бытие, наше бытие может окрашиваться положительные эмоции, может отрицательные эмоции, в любом случае, наслаждение возникает с тем, что мы бытие ощущаем очень остро. Бытие есть ли, бытие нет, да, все любое бытие положительное получается. Да, бытие всегда положительное. И вот наслаждение как раз, оно всегда положительное в этом отношении. То есть это не такое наслаждение, как от недостатка. Это то самое наслаждение, которое от избытка, преизливаясь. Мы достигаем нашего бытия в особом роде настроения. И вот эта ностальгия – это одно просто из таких настроений. Причем, на самом деле, что интересно, У меня, например, специфик в том состоит, что поскольку я говорил о серьезности, у меня всегда отрицательные, то, что обычно считается отрицательным, отрицательные эмоции более выраженные. И они у меня больше, они сильнее захватывают. Например, я очень остро чувствую трагичность жизни. И вообще трагичность ситуации. Меня это всегда очень сильно захватывает. Для меня это, как бы, потому что у меня такой хрен есть такой к серьезности. Например, мне никогда не вызывает наслаждение какая-то радость. Мне кажется, всегда что-то, в свою роду, обман. Это иллюзия какая-то. Под радостью всегда ты смотришь, что-то что-то такое неправильное. А вот трагичность какая-то, она мне вызывает какую-то особую напряженность, какую-то особую углубленность в себя. Именно трагичность. Я даже одно время практиковал, когда специально искал таких трагических положений. То есть специально, чтобы прочувствовать всю трагичность жизни. Потом тебя прокляли, и можно не искать ничего. Садичут. Если вдуматься, почему, я как бы маленькое отклонение сделал. В религиях, часто в религиях, именно вот эта трагическая сторона жизни, она на первый план двигается в христианство, не скажем, да, распятие. Чтобы серьезно было, да? Да. Это именно потому, что вот именно трагическая сторона жизни, она нам указывает на серьезность. Потому что вот эта вот серьезность, да, она как-то углублена вот именно с этой стороны, со стороны трагической жизни. Трагическости. А вот буддизм. Трагичность. 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 А вот как раз именно буддизм, он такой легковесный, как бы, да, он такой хихикающий буддизм. Вот потому он, как бы, ну, такой какой-то смеющийся, все луканы, вот эти все эти анекдоты буддистские. Так при том, что они говорят, что жизнь – то, что это страдание, заметь. Они вроде как в жизни – то, что это страдание, все плохо. Нет? Ну, не знаю, если честно, как бы вот историю Будды, который там зажил в своем дворце, а потом выехал и увидел четыре там образа, и он понял, что жизнь – это страдание. Мне, например, это выглядит, как просто анекдот. Как вот человек был недалекий, как бы, да, ему показали палец, он там, типа, заснялся. Мне тоже кажется, это в основном… Это очень недалекая вещь. Это вполне легендарно, но, как бы, вот основа буддизма в чем… не знаю, чем мы нас на религии не научили, так научили. Первое – жизнь полна страданий. Второе – ну, типа, нужно найти путь, чтобы избавиться от страданий. А, ну, не помню. Короче, плохо меня учили. Вот, так вот, самое первое положение буддизма – да, это жизнь полна страданий. Так то, суть-то вопрос… Все, что мы здесь видим – это все страдания, от всего этого нужно… А, а, вот, страдания – это от… Сейчас скажу, от желаний. Вот, типа, нужно избавиться от всех желаний. Избавиться от всех страданий и выйти за пределы в этот момент. Вот, даже в той версии, которую вот озвучила Софья, вот чувствуется легковесность этого рассуждения, да? Простота. Вот, смотрите, вот, если мы разбиваем всю нашу жизнь на страданий, как бы, и не страданий, или наоборот, говорим, что в нашей жизни все страдания, да? То есть, что она, как бы… Мы придаем такую, как бы, оценку жизни, да, легковесную. Потому что это только кажется, что, когда мы говорим про то, что жизнь – страдания, мы понимаем, что мы высказываем, да? То тогда все превращается в какую-то такую комедию, да? Вот они сидят там, что-то медитируют, какие-то там свои коаны хихикают что-то. Ну, все это как-то несерьезно. Потому что, ну, а вот, когда ты, теперь с другой стороны, когда ты понимаешь, что жизнь, на самом деле, в ней есть и страдания, и, как бы, и удовольствие, да? Когда она вот такая, как бы, скачущая, амбивалентная, ты как раз тогда страдание-то и воспринимаешься как-то серьезно. Причем… Да, когда тебе сначала дали пирожок, а потом отняли. Причем даже дело не в страдании, наверное. Понимаете? Само вот слово «страдание», да, вот, поскольку оно языкового характера, оно, на самом деле, нивелирует то, что оно хочет выразить. Суть-то вопроса не в страдании, а в трагичности. Трагичность, может быть, не обязательно связана со страданием. То есть, человек может ощущать трагичность жизни, хотя не чувствует никакого страдания. Или то, кто-то там другой, там, с соседями что-то произошло, или они там… или еще что-то… Дело в том, что, на самом деле, вот, мне кажется… Я как бы пытаюсь высказать, да, вот, мы сейчас такие материи пытаемся выгрузиться, да, сложные, которые, на самом деле, даже, может быть, непонятно, что можно высказать. Я-то всегда… что такое серьезность еще, с другой стороны? Это вот какая-то глубина, вот, если так можно сказать. Вот есть поверхностность жизни, да, такая какая-то хихикающая, какая-то такая, мимикрирующая, такая мелкая какая-то, ряль на волнах, да, вот есть глубина. Вот… Чаяние-то, как раз, в трагичности стоит достигнуть глубины. То, что вот эта вот поверхность, да, вот эта вот мелочность жизни, она, как бы, вот, утомляет как-то, да, вот… Потому что в этой мелочности жизни, как бы, и человек становится таким же мелким, да, таким же ничтожным муравьем каким-то, да. Вот, в буддизме, как бы, человек нивелирован до вот этой вот ничтожести, до хихикающего там этого муравья, да, до вот этого пустоты. Я уже поняла, что буддизм – это хихихикающий. Не, не даром у них там пустота имеет такое глубокое, знаю, большое значение. Потому что вот они вот и переживают эту свою незначимость, да, совершенно свою нивелированность какой-то, стертость какую-то свою, да. А когда человек пытается ухватиться за глубину и погрузиться в глубину, он в этой глубине достигает в том числе и своей значительности. Потому что то, с чем соотносишься, да, от того и получаешь определение. Если человек соотносится с мелким, незначащим пустяковым, да, он и сам становится таким же мелким, незначащим пустяковым, таким, как бы, поверхностным. А если мы прикасаемся к какой-то глубине, мы и сами становимся глубокими. Для того, чтобы ощутить глубину, надо в глубину погрузиться. Так вот эта вот глубина, она ни в коем смысле не связана со страданием, она какая-то другая, у нее характеристика другая. Вот то, что можно было бы сказать трагическое, да, но это такой просто один из терминов, там. Причем, опять же, если возвращаться к Ниши, Ниши очень, всегда постоянно удивлялся, почему вот такой, он увидел у греков какой-то пессимизм силы, да, вот какую-то особую, почему греки так укоренены были в трагичности. Он никак понять это не мог, да, но он видел, что вот именно дух греческий – это дух трагичности, что именно через трагедию надо понимать правильно греков. Но вот греки как раз, они жизнь-то как раз очень хорошо ощущали, да, ну, если приглядеться к тому, что они создали в культуре, в философии, то можно понять, что это действительно какая-то особо отдаленная нация, да, особо переживающая жизнь, да, вот, то, как все устроено, да, удел человеческий, если так можно сказать. Так вот, христианство как раз, оно именно эту сторону понимает, оно понимает вот эту вот трагичность, да, вот эту некую глубину, и она вот как раз пытается эту вот глубину как-то, как оно может, да, изобразить вот в переживании. Хотя, конечно, эта глубина проявляется, в частности, через страдания, но не обязательно, потому что есть еще и сопереживания, да, есть еще трагичность, допустим, там, потери, да, трагичность, там, как бы, человека вообще, как бы, в этом мире. А ностальгия, она как раз созвучна трагичности, потому что, ну, как можно желать, допустим, и как можно ностальгировать по прошлому? Это означает, что, значит, в прошлом осталось что-то ценное. Я уж на самом деле сейчас не знаю, является ли ностальгия активным или неактивным, это надо уже, может быть, думать, но сам факт состоит, что у ностальгии есть вот какой-то, ведь не отказ же есть от теперешнего положения, да, а скорее есть попытка, как бы, пробежать вот это вот, все, что случилось, да, с человеком? Вспомнить и еще раз утвердить тот факт, что разрыв есть и возврата. А не поблагодарить, что он был? Понимаешь, ты все, как бы, хочешь свалиться в отчаяние? Нет, 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 нет. А может быть, поблагодарить, что и это со мной было? Я как раз и говорю о том, что вот есть ностальгия вот такая, скажем, с одним знаком, а есть с другим. Так вернуться, это означало бы, как бы, не отпускать, а как бы утвердить разрыв, значит, поблагодарить и отпустить. Да, то есть он бы вернул, не вернуться, кстати. Ностальгия — это когда ты вспоминаешь что-то и еще раз для себя понимаешь, что да, вот это было и сейчас этого нет. И это всегда, это желание увидеть, желание еще раз утвердиться в этой мысли, в том, что это не вернуть. Хорошее оно было или плохое. Ты хочешь убедиться в том, что оно больше не вернется. Не, ну, наше детство никогда не вернется. Можно было бы как бы очень коротко и, так сказать, абстрактно сказать, что ностальгия — это переживание историчности нашей. Даже не временности, не конечности, не там ничего, а именно вот историчности. Что есть такая вещь, как историчность, что одни обстоятельства сменяются другими, и вот они как бы действительно уходят, что настоящее становится прошлым, что вот разворачивается некий рассказ, который движется и у него молитв. И вот, когда мы ностальгируем, мы как бы переживаем эту нашу историчность. И развернутость со временем. Ну да, так. Скорее, может быть, мы не просто переживаем историчность, это что очень правильно замечено, а что мы тем самым конституируем ее, тем самым, что мы одновременно и там, где-то в прошлом оказываемся, и здесь. И устанавливаем вот некий такой мост во времени, да? Ну да, наверное. Нет, ну просто у нас есть и просто же воспоминания, мы можем просто сидеть и вспоминать. Я придумала. Если мы там хотим как-то, надо еще там отделить там ностальгию от какого-то просто воспоминания. Нет, это не просто воспоминания. Потому что воспоминания сейчас-то, оно невременно. Ты просто как бы переживаешь. Ну знаете, да, да, да. Ты просто как бы, ну как бы два факта легли рядом, да, но между ними не существует напряженности вот этой временной. А здесь она есть. А здесь она сохраняется, да, вот это вот как бы постоянно. Происторически ты же правильно говоришь, что здесь действительно вот есть такой разрыв, но скорее напряженность времени. Я придумала формулу историчности. Я не равно я. Да, в частности. А может быть, как бы одновременно я еще и равно я. То есть я и себе равен, и не равен. Да. Это вернее, да? Я не равно я, а почему это лучшая формула, чем вот ваша дополненная? Потому что, ну, если ее дополнить, я бы высказываю. Она и так как бы, и там, и там я. Да. Вот, она и так подразумевает, что я равно я. Да. Вот. Это желание этого высказывания. Когда человек, он хочет этого, ностальгию, он это хочет утверждать. Он утверждает, что я не равно я. Это одновременно и высказывание, и утверждение. Желание это утвердить. Где? Да. Дело в том, что про я не равно я мы говорим, когда мы совершаем то, что не является нашей волей, допустим. Нет, нет. Когда ищет Алиса Знай. Это слишком широкое утверждение просто я не равно я. Ой, мой, критиканты. Игорь, есть как бы временность наша, а есть историчность. Я не равно я – это больше только временность. То есть к такому-то более локальному. Ну, то есть есть как бы вот локальная напряженность такая, когда вот каждую секунду ты сменяешь себя. И это временность. А есть вот историчность, когда это как дальнодействие какое-то, понимаешь? Когда не так, что ты локально, непрерывно меняешься, это незаметно. А когда есть вот там какие-то два состояния, две системы расстоятельств. Переживание, как и рост такой. Да, и между ними как бы вот. Временная напряженность, да. И пространственная временная напряженность. И причем правильно все-таки Софья так говорит, что здесь какой-то вот я не равно я-то присутствует. Например, я свои дневники читал, там, 90-х годов, там, да. И вроде бы это я написал, да, но совершенно чуждо мне. Вот так странное чувство. Зачем люди перечитывают дневники? Они перечитывают дневники для того, чтобы убедиться в том, что они изменились. Они хотят, когда вот они какой-то что-то закрадываются в голову к этому мыслишка, которые не хочется себе признаваться, что что-то ты в себе сомневаешься, не сомневаешься. Берешь дневник и перечитываешь для того, чтобы убедиться, что нет, вот я изменилась. Да, вот я не вернусь, я не могу вернуться в это состояние, я не понимаю. Например, я понимаю, я помню, какое было состояние, когда я это писал. Но я понимаю, что я сейчас этого не понимаю. Хорошо, что я изменилась. Вот как-то так. А если понимаешь... Это особое наслаждение. А у меня на самом деле, знаете, какое чувство всегда борется? Как бы стыда и отчужденности. С одной стороны, я понимаю, что это как бы другой человек там, да, в дневниках. А с другой стороны, это я. И когда я понимаю, что это я, я думаю, ну, если я так написал, как было... То есть мне как бы стыдно за себя, с одной стороны. Ну, там какая-то глупость написана, допустим. А с другой стороны, я пытаюсь как бы оторваться, да, от самого себя. Я понимаю, что это как бы я другой был, да. И что нельзя сейчас вот мне с моего нынешнего положения судить себя прежнему. И тогда раз, и вот возникает вот эта вот ностальгия, да. То есть вот ностальгия как бы перемежается со стыдом. Если я как бы просто склопаю вот этот промежуток, да, как мы сейчас выяснили временной, то я начинаю с себя стыдиться, как будто бы это был просто я вчера жил. И возникает стыд, потому что это ты же, ты же. Это же я равно я. Это совершил я. Это же глупость. А с другой стороны, это же не я. И вот она раскрывается по-настоящему. И исчезает вот этот стыд. Именно вот по поводу этой эмоции, которую ты сейчас записывала, я и говорю, что форма ностальгии «я не равно я». Как раз потому, что ностальгируя, человек хочет это высказать. Все, в чем он хочет убедиться, что «я не равно я». Потому что ему стыдно, потому что он хочет... Не, ну вообще иногда действительно хотят люди вернуться в это прошлое. Это тоже как нельзя скидать это совсем. Не то, что они там просто вот сидит там человек там вот после революции изгнанный куда-то там в эмиграцию, ностальгирует по России, хочет вернуться в Россию. Да, конечно, ее уже нет там. Да, там некуда вернуться. Но главное, что он думает «я не равно я». Как хорошо, что вот те детские воспоминания, они с ней совпадают. Скорее, действительно, понимаете, тут уже есть две вещи. Самоценность некоторого переживания и попытка наша со стороны попытаться это как-то какими-то словами выразить. Не то, что человек прям сидит и думает «я не равно я». Нет, он просто самоценно... Но исторически он в этом случае точно переживает. Да, он нечто переживает, цельное. Вот детство свое помнит. А слова вторичные, слова вторичные здесь. Слова-то вторичные. Мы-то пытаемся, конечно, на словах это подвести, да, мы пытаемся перевести это, чтобы можно было, как бы можно было это концептуализировать, да, как бы это можно было понять. Просто я-то речь не будет, а не по цельности. А я-то пытаюсь сказать, что можно по-разному относиться к своей истории, понимаете. Кто-то, переживая вот эту историчность, может в прошлом относиться как бы отшатывающись. Кто-то, наоборот, тянется к нему, вспоминает там, не знаю, счастливое детство, еще что-то. Но это не важно. Вот, ностальгируя его, он именно переживает свою историчность. А все эти нюансы связаны с конкретными его, там, обстоятельствами текущими и теми. Смотри. А может быть вы как бы примешиваете сюда. Смотри, вот происходит. Есть ностальгия, благодарность, да, там, есть ностальгия, скажем, жалость, да, что вот это... Что-то что-то не так сделал, там, да, допустим. Дмитрия Дворца — это не жалость, это другой немножко. Это называется «сожаление», да. Сожаления. Ностальгия — сожаление, да, есть ностальгия благодарность, ностальгия сожаление, ностальгия отчаяние. То есть, на самом деле, видимо, сама по себе ностальгия, опять же, это некое состояние, которое еще в свою очередь окрашено. Нет, просто вот смотрите, допустим, ты переживаешь свою историчность, а дальше речь идет о том, а какая у тебя история. Если у тебя история, допустим, слома какого-то, произошло какое-то событие, как ошибка, которое переломало твою жизнь, естественно, как бы у тебя будет ностальгия, там, не знаю, этого сожаления. Ну, могу еще добавить, что это, во-первых, зависит от того, что конкретно, что ты переживаешь, то есть, что было в прошлом, а во-вторых, это зависит от твоего нынешнего состояния, когда ты на это смотришь. И нынешнего и прошлого, в общем, от этой истории твоей. Ну, опять же, вот тут возникает, ты стыдишься этого или все-таки ты это пережил уже, как бы с некоторым другим? То есть, это ты, конечно, ты другой, который ошибался, который был в других обстоятельствах, не мог поступить иначе. И сейчас-то ты другой. Все это может быть. То есть, ностальгия должна только в том случае остаться, если ты этого уже не стыдишься. Да ты сожалеешь, конечно, но для тебя уже это осталось в прошлом, это уже некое самоистояние. Просто я к тому, что тут может быть много нюансов психологических, а вот антологически важно, что это переживание историчности. А уж какая она, какие переживания? Нет, самое важное, что мы опять все-таки извернулись к тому, что есть двойная окрашенность. Накрашенность состояния, окрашенность смысловая или эмоциональная, можно сказать. Это просто важно, потому что мы в прошлый раз тоже как-то скатывались. Нет, даже так можно сказать, что у ностальгии есть действительно может быть какая-то окрашенность переживательная, позитивная, негативная, тянешься, отталкиваешься и так далее. А есть смысл переживания. Смысл. Не то, что переживается, да, не какие-то там вот эти операции, а смысл. Так вот смысл – это историчность, смысл ее. Это то, что как бы человек историчный. Да, да, да. Вот так я бы сказал. Что я не равно я. Если мы философствуем на тему переживаний, да, мы должны как бы искать именно смысл переживаний. То есть не нечто, что обусловлено… То, что в прошлом, да, само по себе еще может иметь сожалительные нотки, признательность, нотки признательности. Нотки там отчаяния, нотки там, допустим, желания вернуться, да, там, или что-то в этом роде, да, то есть, как я говорил, нацеленности. Ну так. Да, но это все как бы все-таки вторично по отношению к тому, что вот есть некий разрыв исторический. То, что бы ты назвал историчностью, то вообще точно получается, да, вот как бы ты себе думал сейчас. То вот что такое ностальгия, мне кажется, немножко и минут попытается разобраться. какой-то, мне подумался, не надо ли добавить сюда вот в эту структуру ностальгии такую онтологическую попытку собрать себя исторического. То есть вот зачем мы чувствуем это, ищем те прошлые какие-то моменты, зачем вот мы восстанавливаем это напряжение между прошлым состоянием и нынешним состоянием, зачем вот ощущаем это, не желание ли это собрать себя, вот это, себя из этих вот временных вот состояний так стянуть во единое целое. Ну, по-моему, Сартов так говорил, что человек, если это не нечто, так сказать, в пространстве, да, а то, что, а человек есть своя, это история человека, да, человек есть своя историчность, как бы. То есть на самом деле мы как бы вот растянуты во времени, да, вот и вся наша растянутость, это и есть то, что можно назвать человеком. Не человек как вот нечто, да, вот в пространстве это отделенное, а человек вместе со своей историей. Просто я вот что хотел сказать. Вот, допустим, есть там фильмы какие-то, вот, где не какое-то короткое действие, да, на протяжении там нескольких, там, не знаю, дней, там или недель развивают события. А вот, не знаю, там, на протяжении всей жизни, вот, допустим, есть там, там как-то жизнь императора, или что-то там, Антониони, там, или кто там, Микеланджело Антониони. В общем, там про императора, так его последний император китайский, вот последний император, как он называется, там от того, как он маленький был, да, до момента, когда он старичок какой-то уже в коммунистическом Китае, где-то там что-то скребет. Скрипит? Да, да, ну что-то там копает, не знаю, ну короче, среди прочих там бедноты работают. И вот когда перед тобой полотно разворачивается, история со всеми перипетиями, ты пока смотришь трёхчасовой этот фильм, ты уже переживаешь слишком много разных событий, и в конце фильма, оглядываясь на начало, видишь вот этот вот разрыв, эту дистанцию жизни. Даже как в произведении искусства к тому, что могут передавать именно это ощущение, оно не связано ни с какими даже вот содержательными там хорошо, или что жизнь прошла плохо, а то, что вот она действительно проходит вот как… Знаешь, в чём ещё проблема, что нельзя это концептуализировать, потому что есть же такой жанр, как жизнеописание, да? Там пресвятых, там всякие мартирологи и прочее, да? То есть там рассказывается история, допустим, жизни какого-нибудь святого, но с точки зрения некой концепции, да, что вот эта жизнь святая, она посвящена Христу, вот он от начала до конца рассказан о том, как он жил во Христе. То есть это уже не жизнь, да, это уже не та история, не та историчность, о которой ты рассказываешь. Да, да. На самом деле это уже как понятие, это как концепция некая. Ну вот, а в том-то и дело, что… Вот надо убежать от такой концепции. Там та историчность это связана с чем? Что там, что… То, что историчность – то, что концептуальные планы… Нет, то, что концептуальные планы меняются, что как бы жизнь протекала в одной какой-то плоскости, концептуальной, идейной, не знаю, в одних обстоятельствах, потом раз – другие перешли, потом – третий, да? То есть нельзя выстроить как раз вот эту единую, вот эту непрерывную линию логическую. Не получается как бы. То есть существует вот этот вот разрыв. Как раз историчность, вот том состоит, ее суть, что она не должна и не может быть концептуализирована. Мы время не можем понять никогда, мы время только можем ощутить. Время – это как раз то измерение, в котором мы можем только находиться, в котором мы можем проживать, но никаким образом концептуализировать. И когда мы пытаемся его концептуализировать в каком-то жанре, да, вот жизнеописания, то мы тем самым теряем вот эту вот глубину. То есть на самом деле мы читаем некий рассказ, да? Или… Все-таки, мне кажется, всякое жизнеописание, оно вот теряет человека, да? Это… Ну, как бы, вроде… Вроде читаем жизнеописание человека, а на самом деле это жизнь. Нет, вот человек – это… Она может и терять человека, но вот это вот историчество она может передать. Как правило, это должно быть длинное произведение, да? Не знаю, там «Война и мир» или вот там есть классическая вещь, там, сага о Форсайтах. Вот. Тоже, как бы, маму я там любила «Четырехтомник», понимаете? Где там вот именно рассказывается вот такая сага. Вот. И работает это так, что ты сам читаешь, как бы, ты читаешь, ты сам во времени все это. Да, да. Ну, это маленькая жизнь. Ты даже не можешь, как бы, мгновенно. То есть, фильм этот должен быть длинным, да? Потому что… Если бы ты раз, там, тебе концепцию можно вот изложить вот сейчас, как бы, да? Она одновременно сосуществует. Вот. То есть, она… И для нее характерно одновременность. А здесь вот ты, как бы… Не, ну, причем, что интересно, что в Евангелии, опять же, да, если заметить, есть же жизнеписание Христа. Ну, там не от начала рождения, там, на самом деле, последние три года жизни. Там, от начала его проповеди, да, смерти. Но, тем не менее, опять же, вот это вот… Там есть, как бы, вот что-то подобное, да? Вот какая-то историчность, да? Вот. Какая-то растянутость во времени, которую можно вот пережить, да? Вот. Вот, кстати, во всех вот сейчас современных этих фильмах, не знаю, там, бракинь-банды, там, да? Вот про… Про… Крестный отец, там, и так далее. Это что же все? Классика, да? Вот, как бы, вот подъем, там, допустим, вот как зарождается, вот они на вершине силы, да, там, допустим, все. А вот потом пошел, там, какой-то крах, все начало рушиться. И тоже ты, как бы, вот, ощущаешь некую вот эту историчность. Да, ну, получается, от историчности ностальгии, как бы, просто к историчности пришли. Просто к историчности пришли, да. Как к измерению того, что такое есть человек. Что человек изначально понимает, должен себя исходя из историчности. Потому что человек есть собственная история, а не просто, как бы, некое тело, так сказать, пространство, да? Что, прежде всего, он укоренен именно во времени, да, в своей историчности. И должен, исходя из этого, сам себя понимать. То есть вот бытие его, оно именно изначально временное бытие, да, вот как и у Хадигра «бытие временное», да, вот оно именно во временности как-то укоренено. Вот, на самом деле, иногда вот там, допустим, работа, там, заезд, да, вот, утомит. И ты ловишь себя на мысли, что ты думаешь, что всегда будет так. Ну, то есть как бы ты вот так как-то по определению считаешь, что вот то, как вот сейчас есть, так оно и будет продолжаться. А потом вдруг, когда тебе придет в голову свежая мысль, что нет, когда-нибудь это все может измениться, как-то там, неизвестно как. То есть даже не так, что может, это наверняка изменится. Не так, как ты ожидаешь, как-то по-другому там, Бог знает когда, Бог знает как, но тем не менее. У тебя есть такой опыт, ты оглядываешься на предыдущую жизнь, что у тебя постоянно все как бы переворачивалось там в жизни как-то. Вот. Но, несмотря на это, ты каждый раз об этом забываешь и живешь как будто бы вот текущее продлевается туда как-то вперед. Потому что мы часто живем как будто времени нет. Ну да, да. Мы как будто бы в вечности находимся. Вообще говоря, мысль о вечности, она ведь отсюда исходит. На самом деле это связано с свойством сознания. Сознание как бы вне времени находится. Оно как бы находится вне времени. Да, и мы на самом деле, чтобы почувствовать временность, надо специально на это нацелиться. Отсюда, может быть, и воберется такие вещи, как ностальгия. Чтобы сознание почувствовало время, ему надо как-то самому себе какую-то вот временность задать, да, внутри себя. Да, да, да. Я поэтому и настаивала на желании вот этого вот вердить, этот разрыв. Потому что сознание, оно этого жаждет. Да. Она хочет убедиться в том, что он есть. Причём здесь есть глубина во времени. Я вот говорил о глубине, о серьёзности. Чем этот разрыв больше, чем он такой этапный, как бы были этапы, чем больше он так вытянут, и чем больше человек может чувствовать всю эту глубину, тем у него жизнь становится более серьёзной. К своей жизни относится серьёзно. Не поверхностно только сегодня живёт, поверхностно человек живёт только сейчас. Говорят же о том, что счастье – это сейчас. А что такое счастье – это сейчас? Это хи-хи да ха-ха. Это поверхностно жизни. А вот когда ты вот так углублён во всём, вот в этом есть… Ещё раз говорю, во временности ведь есть трагичность. Ведь эта временность рано или поздно обрывается. Мы понимаем, что то, что уже, как вы сами говорили, невозвратно, что оно невозвратно уже навсегда. То есть на самом деле оно ушло, оно с нами и случилось. Допустим, мы им этому благодарны, но, тем не менее, всё уже, оно выскользнуло, прошло, и больше никогда не случится. В этом есть трагичность какая-то. Она присутствует, как раз именно вот эта сторона. Не, ну, ну да. Ну, ещё такие бывают настроения, что, допустим, если ты где-нибудь в горах, да, то есть вот эти огромные, большие горы в сравнении с тобой маленьким, они производят на тебя, как бы, впечатление вот такого масштаба какого-то, там несоразмерного чего-то. Так вот и исторические перемены, да, они тоже… ты можешь, как бы, быть заворожён, там, вот в этой ностальгии, вот масштабом, да, как бы, вот этого разрыва. Да. То есть вот, как бы, вот ты когда-то жил там в другом городе, там, не знаю, ты вообще там занимался другим, всё было другое, там, не знаю, другая страна, там, а сейчас вот, то есть как бы тебя взяли там и пересадили куда-то, да, то есть всё… и вот как там, как столкнувшись с чем-то большим, ты, как бы, там имеешь, да, и восхищений в каком-то таком пребываешь, в восторге, так и тут может быть. Ну, можно и ужаснуться этого. Да. 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 Да.